Продолжение следует... А вы в курсе, что в Сочи узнать о своем здоровье можно не только в городских поликлиниках и медицинских центрах, но и благодаря автобусу здоровья? Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня в нашей программе речь пойдет о модернизации сочинской медицины. И сегодня гость нашей студии, начальник управления здравоохранения администрации города Сочи Марина Августовна Вартазарян. Здравствуйте, Марина Августовна. В рамках в том числе и краевой целевой программы в Сочи построено очень много новых больниц, медицинских центров различных. Расскажите, какие операции теперь можно проводить в этих центрах и от каких болезней лечиться, не выезжая за пределы нашего города-курорта в Краснодарский край или в Москву? Ну, я надеюсь, вы знаете, что у нас кроме той медицинской помощи, которая идет в рамках обязательного медицинского страхования, есть так называемая высокотехнологичная медицинская помощь. Вот эта высокотехнологичная помощь, она оказывается с помощью какого-то необычайного медицинского оборудования, каких-то необычайных технологий, которые вот только что разработаны научными кадрами в здравоохранении, и какими-то необычайными, суперталантливыми, суперумеющими специалистами. Вот сейчас такая медицинская помощь оказывается на территории нашего города, в частности, в нашем флагмане здравоохранения, это 4-я городская больница. Таких операций уже сегодня сделано под 800. Это и операции на головном мозге с помощью необыкновенного нейронавигационного оборудования. Это и операции на лор-органах, тоже нейронавигация, вернее, навигационное оборудование и применение эндоскопических технологий. Это офтальмологические операции, почти 300 сделано уже, и масса других, в том числе и стентирование. На все эти виды операции раньше наши жители ездили только в Краснодар или еще дальше в федеральные центры. Поэтому, конечно, это является одним из видов постолимпийского наследия в здравоохранении нашего города. А что касается сердечно-сосудистых заболеваний, как мы по-новому научились благодаря новому оборудованию и специалистам бороться с этим видом заболеваний? Во-первых, достаточно много лет назад, это лет 6, наверное, уже точно, как у нас появилась возможность всем нашим жителям, при наличии, конечно, медицинских показаний, делать введение препарата, который вызывает развитие инфаркта миокарда в обратную сторону, так скажем. Это препараты тромболитического ряда, делают эти первые инъекции еще на уровне скорой медицинской помощи, а затем повторяют в стационаре. Таким образом, вот эта технология, которая у нас уже была достаточно давно, развивается и расширяется, потому что цена этого тромболитического препарата, лекарственного, она достаточно высока. И в этом году у нас появилась возможность развить эту помощь дальше. Это стентирование, и это манипуляция, которая проводится после рентгеновского исследования, коронарографии. При наличии показаний в сосуд пораженный вставляется такой специальный стенд, который убирает бляшку и восстанавливает кровоток в пораженном сосуде, и таким образом не давая возможности в мышце сердца развиться процессом некроза, то, что называется инфаркт. Но больницы новые есть, оборудование есть, а специалистов хватает, в том числе высокой квалификации, чтобы работать на этом оборудовании и в этих новых больницах? Да, вот хороший вопрос, потому что с высококлассными специалистами у нас ситуация стала кардинально другой, просто абсолютно другой, благодаря тому, что, конечно же, в первую очередь, это возможность в нашем здравоохранении завлечь этих специалистов из других регионов, именно потому что глава города за эти годы, 13-й, 14-й и не полный 15-й, нам в отрасль дал практически 160 квартир. И, конечно, значительная часть этого фонда, она была отдана именно специалистам топовым, таким необыкновенным, которым мы призывали из различных регионов нашей страны, в том числе из центров, из Москвы, из Санкт-Петербурга. И вот, так скажем, это звено более и очень значительно изменилось. Недостаток специалистов, которые у нас есть в участковой сфере, как в терапевтическом, так и в педиатрическом звене, к сожалению, сохраняется. И мы над этим тоже работаем. В частности, например, в одну из поликлиник города у нас было специально обговорено с главой резервирование четырех квартир для педиатров участковых. И когда они появились, мы эти квартиры им отдали для того, чтобы не только этих топовых специалистов привлекать в город, но и обычных. Потому что мы знаем все равно, что вся патология начинается с поликлиники. Если в поликлинике нет какого-то специалиста, то сложности у пациентов с возможностью достучаться, дойти до этой первой помощи, они, конечно, далеко не такие, как хотелось бы быть. Потому что, в принципе, у нас, конечно же, хорошая территориальная система создана, когда определенное количество детей на участок педиатрический, определенное количество взрослых. У нас есть система диспансеризации, работает флюорографическое обследование, работает возможность идти в школы здоровья, пройти и то, и сё, и третье, и десятое масса возможностей у каждого из нас в своей участковой поликлинике поправить свое здоровье. Но вот какая-то местами вот эта вот дефицитная ситуация, она, конечно, очень сильно сбивает нас с ритма. Однако мы живем в этих условиях и по-другому быть не может. Хорошо и наглядно нашим всем жителям и гостям курорта понятно дефицит кадров в летнее время, когда мы не можем достучаться, дозвониться, кричаться до нашей скорой помощи. И дефицит кадров там, конечно, самый большой, работа очень сложная и невозможно, конечно, допустим, хвастаться тем, что мы там создаем какие-то необыкновенные исключительные условия для них. Мы не можем это сделать, потому что сама по себе, по их профессии, их функциональная обязанность там, общаться с больными людьми, принимать скорейшие решения. Больные люди могут быть разными, вплоть до социальных элементов абсолютно и так далее. Тем не менее, они вот на этом первом посту должны быть всегда и принимать этот первый удар на себя. Хотя, конечно, у нас круглосуточно работают 47 бригад. На наше население этих бригад достаточно, потому что считается по федеральному нормативу одна машина на 10 тысяч населения. Но все мы прекрасно знаем, что к этим людям, которые постоянно прописаны в нашем городе, прибавляется, наверное, половина еще от этого количества тех, которые имеют временные прописки. А потом еще неизвестно, сколько приезжают людей, которые живут сами по себе, да, нигде не учтенные. Те, которых мы можем учесть, конечно, это санаторно-курортный комплекс, но они тоже обращаются к нашим же врачам. То есть нагрузка на наше здравоохранение в сезон очень сильно увеличивается. И именно вот в это время мы, конечно, и ощущаем наиболее этот кадровый дефицит. Зимой сейчас у нас будет Красная Поляна с их катаниями на всех подъемниках. Все открыто везде, пожалуйста, и все горы, все доступно. Люди, к сожалению, обращаются в 8-ю больницу 50, 60, 70 и более человек в день. Очень большая цифра. Нагрузка очень большая, конечно. А в селах как обстоит дело? Вот специалистов там хватает? Фельдшерско-акушерский пункт и везде ли сегодня есть? Какая медицинская помощь предоставляется жителям отдаленных районов города? Да, мы стараемся, чтобы замкнуть на фельдшерско-акушерский пункт существующим фельдшерам максимальное количество наших сел, чтобы людям, которые проживают в этих селах, все это было доступно. Не всегда мы действуем только по принципу деления именно по количеству населения, потому что иногда бывает население мало, а ситуация такова, что труднодоступным является это село. Поэтому там, конечно, приоритет, как вот, например, Багушевка. Нам сейчас обязательно надо там строить пункт медицинской помощи, именно офисы врача общей врачебной практики. Но вот, тем не менее, 42 ФАПа у нас сейчас есть, и мы стараемся там, где у нас нет ФАПа, выезжать максимально возможное количество раз нашим автобусом здоровья. Автобус здоровья – это у нас форма, которая практически работает каждую неделю или даже дважды в неделю. Это, прежде всего, наш мобильный центр здоровья, плюс еще поликлиника на территории обслуживания которой находится этот сельский пункт. И форма эта очень удобная для наших жителей, потому что за короткое время можно пройти скрининговые обследования, которые позволят понять о себе, есть ли какие-то зоны риска, есть ли какие-то выраженные патологии и так далее. Если таковые риски находятся, то однозначно надо идти в поликлинику и проходить более углубленное обследование. Мы поговорили о лечении, давайте поговорим теперь о реабилитации. Вот какие у нас медицинские центры, которые предоставляют такую услугу, и отдельно хотелось бы затронуть тему реабилитации детского населения нашего города. Расскажите об этом. Реабилитация детского населения, она у нас осуществляется в учреждениях, которые оказывают помощь детскому населению. В Лазаревке – это поликлиника городской больницы номер один, в центральном районе поликлиника и больница – это дневные стационары, физиотерапевтические отделения городской больницы номер девять, и в Адлере – это краевая больница номер четыре, поликлиническое отделение. Естественно, в ХОСТе – это городская больница номер три, тоже детское поликлиническое отделение. О стационарном отделении для взрослых надо, конечно, тут же сказать о том, что оно у нас есть, и есть это отделение высокого уровня, это отделение восьмой городской больницы в Красной Поляне. Оно создано в этом году, состоит из стационарного отделения с круглосуточными койками, 30 круглосуточных коек и прекрасного физиотерапевтического отделения с больно-логическими составляющими. Необыкновенная абсолютно возможность для поправления своего здоровья, для тех больных, которые перенесли операции травматологические, которые перенесли травмы, на достаточно короткие сроки происходит реабилитация с применением всего комплекса, все, что нужно, там есть для этого. Вся линейка аппаратуры для механотерапии, физиотерапии, круглосуточное пребывание дает возможность осуществить весь этот комплекс всех мероприятий, как бы замкнуто, конкретно во времени не надо ходить к больному, как, допустим, это в поликлинике у нас представлено. И это отделение у нас одно пока во всем крае. Мы принимаем и тех, кто живет у нас, и тех, кто будут и отправляются к нам из других районов нашего края. А вот что у нас с рождаемостью? Рождаемость растет с каждым годом. Хватает ли сегодняшнего Сочинского перинатального центра для того, чтобы охватить весь этот процент детей? Да, вот рождаемость, конечно, растет точно у нас все последние годы. В этом году ожидали по всей стране уменьшения этой рождаемости. Почему? Потому что думали, что входят в возраст деторождения те женщины, которые были рождены в 90-е кризисные годы. Но пока в нашем городе это не видно. Наша рождаемость продолжает расти. Поэтому было принято решение нашим министрам об оформлении документов для строительства федерального перинатального центра. И он начал уже строиться. Вы видели, там уже есть 4 этажа. На ковреце где это будет расположено? На территории бывшей инфекционной больницы на улице Пластунской. И этот перинатальный центр, конечно, он и сейчас у нас, в общем, конечно, все технологии последние соблюдаются. У нас вынашиваются прекрасные результаты по вынашиванию маловесных детей, которые меньше килограмма. Но в новом центре там, конечно, будут совершенно другие просто космические технологии, потому что признаками новых центров в медицине являются новейшие технологии и самое новое оборудование, которое из-за того, что так быстро медицинская наука меняется, идет вперед, буквально за 2-3 года устаревает практически. Ну, для, конечно, продвинутых, так скажем, пользователей. Поэтому мы очень рады тому, что у нас будет этот перинатальный центр. И мы с воодушевлением представляем себе, что там у нас будет возможность не только современных технологий по самому непосредственному процессу, но и возможность ЭКО, целый этаж будет выделен и так далее. А на каком сейчас стапе строительства и когда ждать открытия? Открытие у нас запланировано на конец 2016 года. Мы посмотрим, как будет это. Ну и специалистов же туда тоже придется привлекать. Конечно, мы уже занимаемся в тесной связи с нашим министерством, отчитываемся федеральному министерству постоянно о том, какие мы предпринимаем шаги для привлечения новых специалистов. Потому что, конечно же, понятно, что открывается новый центр. Там он должен быть аккомплектован от санитарок, самого низшего звена, младших медицинских сестер, обязательно средним медицинским персоналом и врачами. Потому что понятно, что состояние медицины не замыкается только на уровне квалификации врачебного персонала, а очень многое что зависит в результате, в исходе и так далее. Это зависит от грамотности, от душевности, от квалификации среднего медицинского персонала. Ну и Ваше управление большое внимание уделяет профилактике и здоровому образу жизни, пропаганде здорового образа жизни. Расскажите, какие проекты реализуются в городе Сочи? Есть один из них каждому «Сочинцу Олимпийское здоровье» и «Здоровята». Подробнее немного об этих акциях. Ну, а вот это первое направление, о чем Вы сказали, это самое такое глобальное направление, большой перспективный, я считаю, проект, потому что он постоянно развивается, туда мы как бы новые главы все время вписываем, придумываем какие-то новые мероприятия, которые идут под проектами. Мы начали вот с этого названия, именно почему? Потому что мы хотели подчеркнуть, что не только материальные ресурсы являются наследием Олимпии, олимпийской нашей истории, но и вот эта тяга к здоровью, тяга к ведению здорового образа жизни, можно сказать, физкультурного, борьба с гипотиномией и так далее, это все должно стать как бы вот мыслью нашего населения, внедренную в массы, но просто капитально. Как я всегда говорю о том, вот в Китае есть их системы гимнастики и так далее, которые они используют везде и всюду абсолютно, как только попадают на малейшую возможность быть где-то на свежем воздухе, даже если это просто малюсенький балкон, крохотный, то там люди могут делать какие-то простые упражнения. Но это только один вид гипотиномии. Есть же способы борьбы с другими рисками, и вот об этих способах мы все время на своих профилактических акциях рассказываем. После того, как мы придумали вот каждому сочницу олимпийское здоровье, мы пошли дальше. Мы придумали 70 верт здоровья, тематическая программа, в которой тоже, вы помните, было 4 хороших проекта. Это санаторно-курортное лечение ветеранам, олимпийское здоровье ветеранам, диспансеризация, санаторно-курортное лечение на дому. И цифры, которые были, они, конечно, так впечатляют. Просто на одном из совещаний мы поняли, что, по-моему, во всей стране не пролечили столько ветеранов в санатории, сколько мы пролечили в одном нашем городе. Ну и дальше мы пошли на эту акцию, которая называется «Здоровята». Это, в принципе, то же самое, но конкретно для детей вариант. И мы видим, что на все наши эти мероприятия с большим воодушевлением и удовольствием откликаются народные массы. Еще раз, потому что, к сожалению, попасть в наши поликлиники не всегда удобно народу. И, может быть, тут действует еще у здорового населения мысль об этом остаточном принципе. Сегодня я к врачу не пойду, может, пойду завтра, может, послезавтра и так далее. То есть мы, конечно, в основной своей массе думаем о том, что, когда что-то произойдет, тогда и пойдем. Профилактика, конечно, это совершенно другая идеология. Надо идти вперед того, когда что-то с тобой уже происходит. И вот эти выездные акции, они дают возможность людям. Хочешь, не хочешь, а все равно пойти. Может, кто-то за компанию, кого-то уговорили и так далее. И люди узнают иногда массу интересного о своем здоровье. И выясняется, что, например, вообще не знают, какой уровень давления, а по факту давление 160 на 100. Никогда в жизни человек давление это не мерил в свое. Ну и плюс работают центры медпрофилактики. Они постоянно действующие. То есть туда тоже можно прийти и проверить здоровье, свои показатели. Да, конечно, у нас есть центр здоровья стационарный при нашем центре медицинской парафилактики. Есть центр здоровья для детей. Это тоже некая особенность, которую мы организовали в 2014 году. А если вернуться, опять же, к артериальной гипертензии, то недавно я прочитала статью в американском журнале, в котором врачи спорят о том, нужно ли снижать давление ниже целевых значений. И мне, конечно, больно и обидно, что у нас многие вообще не знают, какое у них давление. А врачи вот спорят, нужно снижать до целевых или ниже целевых. И оказывается, что нужно снижать давление ниже целевых значений. Лучше будут показатели для перспективы не заболеть осложнениями, такими страшными, как инсульт и инфаркт. Марина Августовна, время нашей передачи подходит к концу. Давайте подведем такой некий итог. Мы поговорили о развитии медицины. Какие вопросы остались, которые еще необходимо решить? Где такие есть проблемные точки, на которые нужно, как вам кажется, обратить особое внимание? Ну, конечно же, это наша вторая больница, которую мы в перспективе в 16-м году будем реорганизовывать, скажем так. И частью присоединять к четвертой больнице, у которой есть еще емкости для развития. Частью будем еще думать, потому что здание, в котором находится, оно не отвечает никаким требованиям. И ремонт, если мы будем там проводить, какой угодно ремонт, за какие угодно деньги, не превратит это здание в современное медицинское учреждение, построенное в соответствии со всеми СНИПами, со специальными потоками воздуха, которые предохраняют от развития внутрибольничной инфекции и так далее. То есть мы этого никогда там не создадим. Это здание было приспособлено и строилось для санаторий. Поэтому больницу современную в этом здании никак мы не построим. Вот это, я считаю, сейчас главная, конечно, абсолютно такая вот материальная, скажем так, ответственность, которую я вижу. Ну и второе, мы будем работать над проектом нашей клиент-ориентированности. И сами наши медицинские работники тоже начинают очень интересно в этом проекте работать. Ну, по крайней мере, я могу сказать, что все абсолютно знают про этот проект, все наслышаны и все понимают, что это очень важно. И где бы я ни была, об этом мы говорим. И это меня, ну, по-хорошему радует, потому что сказать, что все наши медицинские работники в одном лице, как, помните, раньше была карикатура в регистратуре, сидит собака, выглядывает из этого окошка в медицинской шапочке с крестиком. Ну, в общем, понятно, это где-то было. Был такой журнал «Крокодил» когда-то. И, конечно же, мы абсолютно понимаем, что уровень медицинского обеспечения, он на 100% связан вот с этой темой. Это точно. Потому что наши больные не могут дать профессиональные оценки качеству оказываемой медицинской помощи, только потому что они не врачи, не в состоянии понять квалификация, и правильно, и неправильно, и так далее. Но каждый из нас способен понять, сопереживают ли этому человеку, сочувствуют ли ему, уделяют ли ему столько внимания, сколько ему надо. Потому что для каждого из нас наше здоровье – это, конечно же, самая главная ценность во всей Вселенной. Это однозначно. И хорошо, что наши медицинские работники сейчас это понимают. Марина Августовна, спасибо большое за очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была начальник управления здравоохранения администрации города Сочи Марина Августовна Вартазарян. И время нашей программы подошло к концу. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сочи Марина Августовна Вартазарян. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...